Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим о туберозном склерозе. В 1835 году Рея поместил в своем атласе изображение лица молодого человека с поражением кожи, свойственным туберозному склерозу. Его вы видели на титульном слайде презентации. В 1862 году немецкий патолог Фрейдрих фон Элеклинхаузен описал сердце умершего после рождения младенца с несколькими опухолями и назвал их миомами. У этого же ребенка был отмечен кратикальный склероз мозга. В 1880 году французский невролог Тизере Маглаур Бруневиль детализировал выявляемые патологические изменения, развивающиеся в головном мозге, и впервые применил термин туберозный склероз церебральных волокон. В 1890 году английский дерматолог Джон Прингл впервые описал ангиофибромы лица у больных туберозным склерозом, применив термин «конгенитальная аденома сальных желез». В 1908 году невролог Вокт описал классическую клиническую триаду туберозного склероза, судорожные приступы, аденомы сальных желез и задержка умственного развития, которые в течение длительного времени считались патогмоничными для данного заболевания. В 1921 году офтальмолог Хоуф описал характерные для туберозного склероза изменения на глазном дне, симптом тутовой ягоды – факомур. Туберозный склероз – полисистемное аутосомно-доминантное заболевание, относящееся к группе факоматозов. В зависимости от дефектного гена выделяют три типа заболевания. При дефектах в генах нарушается образование белком гамаротина и туберрина, которые вновь угнетают активность МТОА фактора, Mammalian Target of Rappermicine, стимулирующего синтез белков, клеточный рост и пролиферацию клеток. Происходит активация данного фактора, что ведёт к образованию множества доброкачественных опухолей во всех органах и тканях. Субстратом всех новообразований при туберозном склерозе являются гамартомы. Гамартома – адрорического хамарта ошибка – опухоль из незрелой эмбриональной ткани, задержавшейся в своей дифференцировке по сравнению с окружающими тканями носителя опухоли, развивающейся из избыточно непропорционально развитых коневых комплексов. Данная патология характеризуется буголковоподобными разрастаниями в веществе головного мозга, а также в коже, почках, глазах, лёгких, сердце, костях. При туберозном склерозе практически в 100% имеются кожные изменения, представленные гипопигментными пятнами, ангиофибромами лица, участками шагренивой кожи, около ногтевыми фибромами, фиброзными бляшками, белыми прядями волос. Гипопигментные пятна локализуются преимущественно на туловище и ягодицах, имеют асимметричное расположение. С возрастом их число увеличивается. Они обычно напоминают очертания листа, заострённые с одной стороны и закруглённые с другой, и имеют бледно-сероватую или молочно-белую окраску. У людей со светлой кожей пятна удаётся увидеть только с помощью лампы ВУДА. Пятна цвета кофе с молоком встречаются одинаково часто у больных туберозным склерозом и у здоровых лиц, в связи с чем диагностического значения не имеют. Аденомы сальных желёз, аденомы Прингла или, правильнее, ангиофибромы лица появляются после четырёх лет. Это особые узелковые высыпания на коже типа поршенных зёрен, а иногда в виде массивных новообразований типа цветной капусты. Внешне они представляют собой папулы или узлы розового или красного цвета с гладкой, блестящей поверхностью. Располагаются на лице симметрично, с двух сторон, на щеках и на носу, по типу крыльев бабочки, а также на подбородке. Часто сопровождаются телеангиэктозими, усиливающими красный цвет их окраски. Околоногтевые фибромы опухоли Коэнина появляются на втором десятилетии жизни. Представляют собой тусклые, красные, либо мясного цвета папулы или узлы, растущие от ногтевого ложа или вокруг ногтевой пластинки. Наиболее часто локализуются на ногах. Глазные симптомы выявляются у 50% больных. Часто манифестируют в первые два года жизни и условно разделяются на две большие группы – ретинальные и неретинальные. Наиболее часто встречаются ретинальные, гоматомы, фокомы, обычно двусторонние и часто множественные. По внешнему виду эти опухоли подразделяются на кальцинированные симптом туртовые ягоды и некальцинированные. Они располагаются поверхностно по отношению к сосудам сетчатки около или по краю дискозрительного нерва, но могут быть выявлены и на периферии сетчатки. Клинические проявления гоматом наявляются крайне редко. Основным симптомом является прогрессирующее снижение зрения. Неретинальные глазные симптомы туберозного склероза включают ангиофибромы век, депигментацию радостной оболочки, пятна лиша или сетчатки, атипичную колобому, катаракту, отек дискозрительного нерва, выпадение полей зрения, гомонимную гемианапсию, непаралитическое косоглазие, парез шестого нерва, кровоизлияние стекловидное тело. Характерной особенностью изменений во внутренних органах является множественный характер, билатеральное расположение в парных органах, возможность длительного бессимптомного течения, а также возраст-зависимая манифестация. У новорожденных и детей младшего возраста особенную опасность представляют рапдомиомы сердца, которые, кстати, в дальнейшем могут уменьшаться в размерах и даже исчезать. У лиц зрелого возраста особенно опасны поражения почек. Чаще всего выявляются ангио-мио-липомы и кисты. Также могут встречаться почечно-клеточная карцинома, онкоцитома, фокальный сегментарный гломеролосклероз, сосудистые дисплазии, пороки почечной ткани, тубулоинтерстициальный нефрит, мембранопролиферативный гломеролонефрит, нефрокальциноз. Помимо этого, при туберозном склерозе часто встречается поражение всех отделов желудочно-кишечного тракта и лёгких, а также других органов. Структурные анормальные мозга отмечаются более чем у 95% пациентов. Среди них выделяют кратикальные и субкратикальные туберсы, субапендемальные узлы, субапендемальные гигантоклеточные астроцитомы, кистоподобные поражения, агенезию, дисплазию мозолистого тела, геми-мегал-энцефалию, шизэнцефалию, внутричерепные артериальные аневризмы. Выше перечисленные поражения ассоциируются с эпилептическими приступами, умственной отсталостью, нарушениями поведения, гидроцефалию. Чем раньше дебютируют неврологические нарушения, тем серьезнее проявление умственной отсталости и нарушений поведения. В 1998 году были приняты диагностические критерии заболевания. Несомненный диагноз туберозного слероза это два или один первичный признак плюс два вторичных признака. Возможный диагноз один первичный признак плюс один вторичный признак. Предположительный диагноз или один первичный признак или два и больше вторичных признаков. Больные туберозным слерозом лечатся всю жизнь, но никогда не вылечиваются. Основной целью лечения является обеспечение максимального качества жизни при минимуме побочных эффектов. Главными направлениями терапии являются лечение новообразований, гидроцефалии, эпилепсии, коррекция метакондриальной дисфункции, нервопсихологических расстройств, осложнение заболевания. В последние годы обнадеживающие результаты в виде прекращения роста или даже обратного развития некоторых типов опухолей демонстрируют цветостатики, которые были первоначально разработаны для предотвращения отторжения трансплантата. Следует, впрочем, помнить, что их применение чревато серьезными побочными эффектами и должно назначаться строго по показаниям. Туберозный склероз в легкой форме позволяет вести продуктивную жизнь. При тяжелых формах заболевания неизбежна инвалидизация. Среди наиболее распространенных причин смерти у больных с туберозным склерозом следует выделить эпилептический статус, бронхопневмонию, почечную недостаточность, инфекционные болезни. Профилактика развития туберозного склероза заключается в проведении медико-генетических консультаций на этапе планирования беременности. Туберозный склероз это злой рог, никогда не отпускающий человека. Не всегда во власти врача исцелить больного, но в его силах облегчить страдания. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok